Сегодня на сессию облсовета было вынесено семь вопросов, касающихся согласования использования недр региона. Обычно они проходят как процедурные. Избранники знают все местные фирмы, их хозяев и без обсуждения дают разрешение. Однако на этот раз депутаты не стали их рассматривать даже на уровне внесения в повестку дня. Причина в том, что разрешение добывать газ и песок на Харьковщине попросили компании Донбасса. В частности, Кубгаз Борова, ранее ООО Кубгаз, который связывают в СМИ с именем угольного донецкого олигарха регионала Ефима Звигильского и донецкой шахты имени Засядько. Депутаты заявили, о таких предприятиях они никогда не слышали. Кто ими владеет, не знают, а вопросы в повестке дня появились вообще без обсуждения в комиссиях. «Я питаю Виктора Георгиевича Субботина, своего коллегу в голову. Ваша комиссия рассматривала эти вопросы – нет. Микола Васильевича Чехунова рассматривала – нет. Это до того, что мы сейчас будем голосовать по этим вопросам в порядке где-то, но они туманные. Если шахта Засядько, она в Донецке, где они рахунки, кого финансируют, порядок розрахунка. Если Кубгаз Борова – это Луганск, а как же с ними мать отношения, когда ситуация вам всем известна». Глава профильной комиссии пояснил. Вопросы были рассмотрены ими и смежными комиссиями. Все, кто хотел, мог прийти послушать. И вообще все компании – важные инвесторы для области. Они уже перерегистрировали свои офисы в Харькове и помогают местным жителям. Согласились даже газифицировать одно из сел в Зачепиловском районе. К террористам отношения не имеют, даже пострадали от них. После этого им полностью спалили трехповерховый офис, после чего им заблокировали выработку природного газа и фактически предприятие на территории Луганской области прекратило деятельность. Также прекратило платить туди податки. Я встретился с керевництвом Кубгаза и мы поставили им умови. Первое – они должны заареструваться в Харьковской области. По-друге, они должны платить податки в Харьковской области. По-третье, они должны идти по шляху НАК «Нафтогаз Украины» и принимать участь в социальном развитии Харьковской области. Все эти умовы были выполнены. Однако убедить коллег Шаповалову не удалось. Интересно, что голосовать за вопросы отказывались в первую очередь сами регионалы и их сателлиты. Оппозиция, которая нередко вступает в споры с белоголубым большинством, на этот раз не вмешивалась. Решить, голосовать или не голосовать, не могли несколько часов. Кричали, объявляли перерыв, выходили советоваться, просили вмешаться в прокуратуру, узнать, нет ли там каких-либо коррупционных договорённостей по этим вопросам. И, в конце концов, голосование провалили. В таком поведении коллег глава облсовета регионал Сергей Чернов как раз и усмотрел коррупционную составляющую. «Говорить сегодня о кулуарности, о предвзятости могут только те, кто претендует на эту кулуарность и предвзятость. И желание поучаствовать и найти ключик, открывать этот ларчик. Никто ж не спорит, правда, когда речь идёт о том, что нужно ремонтировать учреждения здравоохранения. Нет. А там, где как бы сегодня речь идёт о ресурсе, почему-то у всех сегодня складывается впечатление, что если это ресурс, то это уже как бы бьёт фонтан нефти, газа или золота». Будут ли вынесены эти вопросы на следующую сессию, будет зависеть от того, признал Чернов, как договорятся депутаты в кулуарах. А между тем, компании из Донбасса оказались на Харьковщине в двусмысленной ситуации. Недрами они фактически уже пользуются, но юридически это не оформлено. Следовательно, контролирующие органы получили возможность для коррупционных действий, а местный бюджет недополучил налоги. Сколько? Чернов пообещал попросить подсчитать областное управление Министерства доходов. Марина Николаева, Андрей Домовой, Агентство телевидения Новости.